Дом по Малоолонской 37. Дом как дом известен, пожалуй, лишь тем, что здесь, помимо прочего, размещается буддистский центр. А вот для городской администрации этот дом-нарушитель, ведь он почти на полметра выступает за красную линию. Один из его владельцев, музыкант Петр Каменных, уверяет, на момент постройки в середине 2000-х он знать не знал, что прихватил чужую землю. Либо там геодезистами колыш был вбит просто не туда, либо потом на уровне фундамента сваи, когда забивались, да, возможно, там что-то такое. И таких примеров масса. За круглым столом, организованным Краевым отделением Общероссийского народного фронта, звучали шокирующие факты. Вне закона порой оказываются целые улицы или их части. Севастопольская, Литейная, Привокзальная – это либо частный сектор, либо районы, застроенные во время войны или в 90-е годы прошлого века. А о точности межевания тогда не сильно заботились. С тех пор власти неоднократно меняли красные линии, но людей предупреждать зачастую забывали. Все не очень просто, все напутано. В свое время у чиновников хватало тоже проблем при оформлении. Мне постоянно говорят сочувственным видом, да, мы вас понимаем, но вот, к сожалению, да, вот так вот были оформлены документы. Но так я-то не должна, и человек на моем месте не должен страдать. Представители городской администрации и Росреестра согласны, проблема есть, но и они реагировать обязаны, на чьих, в свою очередь, накажет прокуратура. Тут два варианта развития событий. Либо ты убираешь то, что выходит за границу твоего земельного участка, либо ты оформляешь право пользоваться землей общего пользования у муниципалитета. Но горожане уверяют, сделать это порой не так просто. Тот же Петр Каменных выиграл несколько судов, но городские власти отказываются узаконить его дом. В октябре прошлого года мы рассказывали о другом проблемном участке на привокзальной. Там тоже к концу судебных разбирательств пока не видно конца. Как выяснилось, 6 сентября 2019 года наша администрация города Барнова приняла постановление, если сейчас не ошибусь номером, по-моему, 1479, в котором они включили все места, которые находятся за красными линиями, в дороге общего пользования. То есть, если у человека по участку проходят красные линии, наша администрация придумала, что эта земля является дорогой, ее никак занимать нельзя. Между тем, число нарушителей по неволе продолжает расти. Для многих, особенно пенсионеров, снос постройки или штраф от 5000 – мера невыполнимая. Краевые и городские чиновники, городские депутаты пообещали создать рабочую группу и найти решение проблемы. Как вариант – ввести временные моратории на наказание. А пока собравшиеся обратились к горожанам с необычной просьбой – не писать жалобы на своих соседей. Ведь большую часть нарушений выявляют, реагируя на претензии типа «мне кажется, что мой сосед прихватил пару лишних метров». А на месте получается, что нарушителями по неволе оказываются жители половины, а то и всех домов на той же самой улице. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Илья Кочетков, Александр Антропов.